У нас платные услуги мы хотим организовать, пока еще идет только работа. Мы не утвердили, потому что мы не знали мнение родителей, как они будут в процессе. И поэтому мы планируем, что платные услуги мы будем давать с января месяца. То есть сегодня школа не оказывает платные услуги, деньги на эти средства не собирает. А собирается через благотворительный пункт. Дополнительная улогия называется как? Надежда, вы понимаете, что это прямое нарушение закона? Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание. Может быть кто-то не знал или не понимал. Но сегодня каждый директор персонально несет ответственность, потому что вы каждому поставили подпись, печать и подтвердили свой расчет. Потому что платные услуги это совершенно другая группа поступлений в ваши бюджеты школьные. Поэтому если вдруг кто-то чего-то непонятно, все перечень, которые я озвучила, это утверждено в бюджетном кодексе Украины. Кроме того, есть постановление кабинета министра. Пожалуйста, запишите. В 27 середине 2010 года у номер 796 проза влеждают платных услуги, которые могут отдаваться навчальными законами и иншими условиями, как закладами системы медитации, которые должны быть государственной и коммунальной власти. Тут я думаю, что первые услуги и школы могут отдавать батькам и детям, которые желают отримать дополнительный услуги. На ближний выходком прошу подготовить калькуляции на все платные услуги. Илья Васильевич, когда мне будут, я спрошу Вашего города. Хорошо, спасибо. Утвердить платные услуги, внести все эти изменения в Ваши кашторости. Еще раз подчеркну, что ни одно поступление, которое я зачитала, не предполагает наличного сбора денег в школу. Мы не будем делать большой секрет, что эти платные услуги оказываются в обход казначейства. Если сегодня Вы это делаете, то надо понимать, что школа подтвердила, что она к этому не имеет никакого отношения, а стало быть педагоги, свободная от работы древней занимательной незаконной предпринимательской деятельности. У нас на совещании присутствует печальник Малоговы, в котором мы сейчас написали слово, и мы будем объяснять, какая ответственность за то, что идет сбор денег неотвестрая. Что Вы говорите, смотрите, нельзя сказать однозначно, это только идет о незаконной предпринимательской деятельности или это злоупотребление в Вашем должностном положении. Потому что надавая платные услуги и пользуясь этим своим положением, это идет прямое нарушение нормы закона. Кроме того, даже здесь можно говорить и о законной предпринимательской деятельности, потому что это осуществляется на систематической основе и в надавительной услуге. За это будет усмотрено не только административное наказание, но и уклонение закона налогов, которое будет усмотрено уголовным ходом. Кроме того, я Вам скажу, на сегодняшний день идет перерегистрация всех неприбыльных организаций, создается новый реестр, куда входят все неприбыльные организации. И предполагается, что бюджетные организации все входят на автоматическую основу, потому что они финансируются все из бюджета. Но также при включении в новый реестр осматриваются остальные нормы закона, которые распространяются на неприбыльные организации. И если, допустим, к нам поступит какое-то заявление о том, что какой-то заклад предоставляет платные услуги, и это не будет усмотрено кашторисом, то, соответственно, предприятие может исключиться из реестра неприбыльной организации со всеми вытекающими и дальше последствиями. То есть Вы, как орган, уже не сможете работать. Куча юридических будет препятствий для того, чтобы дальше проводить свои деятельности. Поэтому не только персонально. Вы подводите полностью заведение, начиная от человека, который принимает эти деньги и заканчивая руководителем Вашего органа, который отвечает полностью за работу и включение учебного процесса. Мне в правильном ракурсе довели идею сегодняшнего нашего собрания, потому что каждый директор закрылся, так сказать, в своей, извините, в свой словоскорблопе, и вот у меня все правильно, я, так сказать, поступаю. Вопросов нет. Мы сегодня собрались, чтобы найти истину в этой ситуации, которая на сегодняшний день есть. Средства массовой информации, знают о Лизнии про Петров ситуацию, есть другой народарь ситуации. Это и мэра нашего Олега Николаевича волнует. Нам какие-то вопросы задают и люди, так сказать, тоже информация какая-то, вот, блуждает по городу. Мы все прекрасно это знаем. Поэтому хотелось бы вынести, сделать прозорную ситуацию. Все, что у нас все равно. Все может быть и правильно робится, давайте будем робить. Все равно люди, батьки несут кошки в школу. Больше и меньше. Больше и меньше размеров на это делается. И в саде давайте выведем это все на кой из тени, так называемый, если это можно так назвать. Давайте говорим, как это сделать нормально, как это сделать прозрачно, как это сделать для всех понятным. Я, например, ну, мой ребенок учится в какой-то школе. Я должен понимать, что такое благодейный внесет. Даже если мне говорят, что на что и те благодейный внесет. Чтобы нас не было. Мы тоже понимаем, что вот эту позицию, ни из этих, ни из судинцев, ни из городского совета, ни из бюджета города, эта позиция не закрывается. Какая там зарплата или какое-то там еще мероприятие, которое проводит, это надо профинансировать. Может, получается ситуация раз. Раз людям, родителям предлагают, внеси благодейный внески, значит, местный бюджет, местный бюджет, что-то не дофинансируем в нашей школе. И тем самым заставляя родителей делиться семейным бюджетом с одним и другим, так сказать, коммунальным закладом. Поэтому нам надо как бы с вами договориться, создать правила игры, установить их, чтобы оно всем было понятно. А самое главное, чтобы оно было понятно для каждого родителя. Если, например, что я так понимаю эту ситуацию, я не педагог, я, может быть, что-то говорю, так сказать, может быть, в разрез традиционных понятий, которые сложились в городе. Если мой ребенок изучает английский язык, и в программе есть 4 часа, а я мне предлагаю, что мой ребенок должен 6 часов учиться, я за 2 часа, мне предлагают, есть 4, это оплачивается, государственным местным бюджетом и так далее, а вот 2 часа, если вы хотите, вы за это оплачиваете. И семья принимает решение. Сегодня у меня есть первое полугодие возможность, я оплачиваю эти уроки. Завтра сложилась в семье какая-то сложная финансовая ситуация, но извините, мы как-то временно уйдем с этой темы. Есть, в школе есть английский язык, а создается группа китайского языка, как в программе нет. И если есть родители, которые хотят, чтобы их дети изучали китайский язык, я согласен платить платную услугу, но я должен понимать, за что я плачу, за какой объем, за какую услугу, и что я получаю. Если у нас, например, есть где-то уборщица, если у нас есть какой-то участок территории, который надо убирать, то ли внутрь из помещения, то ли в наружи помещения, а в штатном расписании нет уборщи, то по разным причинам ее нет. А мы считаем, что это собираются родители, говорят, вот есть предложение, вот это надо убирать. И если родители соглашаются, потому что мы это делаем, и целый ряд других, так сказать, услуг, нельзя все закрыть за словом «благодийный УНЕСК», который с 80% родителей, которые платят от «благодийного УНЕСК», не понимает суть этого «благодийного УНЕСК», не понимает его целевое направление, не понимает вообще в нас, это же не секрет, что вас и нас спрашивают, я вообще удивляюсь, что такие вопросы задают люди, которые занимают очень серьезные должности в наших предприятиях, и на это говорят, «Елена Николаевич, так вот, говорят, что если там «благодийного УНЕСК» не будет, то какой-то учитель не получит зарплату, она ждет этого, хватит». Поэтому я думаю, что мы должны вот здесь договориться, что такое «благодийный УНЕСК», на какие цели он собирается, в каких объемах он собирается, в каждый день на взятом коммунальном закладе, в садике или в школе, они могут быть разные, какие платные условия предоставляют семь или другим коммунальным закладам, должен быть перечень. Я родитель, я прохожу в школу, я понимаю, что вот это мне дает, ну, образно, как люди говорят, государство, а вот дополнительно я хочу, чтобы мой ребенок развивался. Я понимаю, что часть учителей это делает, так сказать, ну, там, додатковые какие-то, на домашние условия, или учитель изъявил желание какой-то предмет, то есть, я знаю, «бой иностранный язык», это сегодня модно. Учитель может зарегистрироваться, как предприниматель, взять в аренду класса, наверное, тоже, это тоже какая-то форма, наверное, не имеет право на жизнь. Ну, а просто говорить, что у нас это не делается, что это мы не предоставляем, у нас ничего нет, ну, нельзя так, ну, давайте откроем карты и давайте будем договариваться, либо все вместе, либо каждая отдельность, и все равно мы должны выйти на какую-то систему, на какую-то модель. Ну, прошло уже в то время, что как-то, вот, там, каждый для себя где-то там решает какие-то вопросы. И порой это мелочные, незначительные мелочные вопросы, но они начинают поднимать вот этот негативный статус. Давайте взяли все возможное, чтобы вот эти негативные моменты не расширяли, не увеличивали свои статусы. Начинается учебный период, и вы примерно понимаете размер благодейного внеску, который вы должны собрать с родителей. Вот те, с которых вы собираете, они понимают, на что они сдают этот благодейный внесок? На какие виды работы? Утримание школы. Что такое утримание школы? Это, например, даже по Гострове. Вы должны убежать город, русскую власть, и целую русскую громаду, что директор школы ходит с протянутой рукой, дайте 10 гривен, я куплю там, якийсь полдюймовый кран. Мы не повинны до этого пускать. Даже 300 гривен, не реванцированный. Есть понятие, есть понятие, взявиться. Следующее питание. Есть какая-то аренда, в какой-то набирище, в какой-то набирище. Вот, прошел научальный рейк, прошлый научальный рейк. Сколько было собрано администрации школы, кое-что за рембутат, первой школы? Не скажу. На что они были потрачены? Это единственная школа, которая на сегодняшний день, я хочу сказать, что три школы действительно сдали розрахунки, показали надходжение от оренди, показали набрание ее використания. Первая школа, это единственная школа, которая сегодня не сдала розрахунок и не висвятила свои надходжения от оренди. Потому что как вы можете собирать деньги из батьев и сказать, что вам не вистачает, если вы даже не показали вашу оренду? Я не могу показать и не могу показать, поскольку нет бухгалтера. А сама не бухгалтера. То, что бухгалтер сделал, они распечатали, они не подписали. Вот только собирают помощники. Шановна Людмила Володимировна, гроши на все, что записано там, збиралися батьками, сдавалися батьками против научного года. И мы использовали только на утримание школы. Это ваше слово. Почему слово? Есть сбитные батьки. Три школы показали свои надходжения. Я розумію, например, четверта школа мает возможность выполнять вот такие работы. В них есть где-то певная кількасть работников из комплекса обслуживания. Я могу анализовать разом с депутатским корпусом, что цією сумму, яка школа заработает, а дійсно вистачает або не вистачает на ее утримание. Вы единственная школа, яка станет на сегодняшний день. Ци кошти опять-таки не обрилюдливы. Ци кошти используются все с первого вересня. Вони централизм бухгалтеров не визуализуются. Ну, вся комунація проводилась. Мы говорим, что от аренды платы. Это не визуководные. Держава ставит на свои равни, что публичные кошти мают быть максимально публичными. Цего у нас единая школа позволяет собрать этот процесс опять-таки завоальованным. То есть за отсутствие бухгалтера вы не можете пораховать аренду, но вы уже пораховали, сколько вам мают заплатить батьки. Я вам скажу, что мне... Мы можем налетить к своему отношению аренду, которые были действительно до первого времени. Я хочу сказать в корне идеологию этого процесса. Я, когда приходил в детский садик, или приходил в школу, и мне с таким взятым керевник показал, что это за кошти батьков мы там купили. Сколько это стоит? 5 тысяч. Я говорю, а что они купили за бюджетные кошки? Ну, что? Что? Вар надо было, ну, даже посудомоечная машина, стиральная машина, я не знаю, какие-то шкаферы. А что они купили за бюджетные кошки? Ну, нам же легче с батьков собирать? Ну, что это за идиологи? Чувствую себя идиотом. Я представник керевництва города, руководства города, прихожу в школу, меня тыкают носом, что собрали батьки, собрали деньги, батьки, купили какую-то стиральную машину на 3000 гривень. Почему за деньги батьков покупается стиральная машина в детском садике или в школе? Почему за деньги батьков покупается мебель и так далее и тому подобное? Почему? Если бы, дивиться, составляется каждый директор школы планировать, я так понимаю, с хозяйства точнее зря на содержание школы надо 500 тысяч. Мы не берем там прям защищенность за 500 тысяч. Вы идете с этим предложением в управление профильное домайк мебель 500 тысяч. Если нас собираемся говорить то нет в городе 500 тысяч. Вот город вам дает 400 тысяч на эти решения проблемных вопросов, а 100 тысяч вы собираете богатый фонд батьков. То это будет открытый честный разговор. Если вы тут говорите что вам ничего не надо в прошлом году ишла подготовка до учебного года финансирования 2016 года я каждый директор спросил что же вы зарубили заявку на приобретение разного оборудования мебели в чем вам отказали все сказали все что заказали мебели у вас 7 миллионов в том числе заработной платы сколько поступило предложений на перераспределение средств будет решено это запомнил момент я об этом говорила уже бесконечное количество раз и все ответ на приобретение я разговариваю про то что в 2015-2016 начальному році было много прибрано для школ и дошкольных закладов но это прибрано технические засоби которые имеют очень важное значение например 3 НКК мы витратили на них миллион гривен это по 15 компьютеров в складе НКК для всех трех шкіл мы купили посадомильные машины тих шкіл которые просили этого мы купили другие товары про которые я уже ответовала не один раз и в целом это больше 3 млн витратили но в тот же час вновь таки наголошено те что это те большие придвания два физичных кабинета третья школа другая это большие придвания которые были сделаны и в тот же час по обсягу вашего финансирования были выдачи по каждой статье начиная от заработной класса закинчивая отряджение конечно каждый из администраторов шкіл с бухгалтерами все таки в первом втором третьем четвертом классе купить кулеры для води чтобы эти дети пили не просто кипяченую воду а специальную воду залезли дейсно дейсно батьки между собой домовились они дают эти деньги и они закупают если батьки для класса и это в классах есть решили в каждом классе купить телевизор они его купят самим батьки купят мы ставим его на прибуток как баланс утримовавшие сейчас каждая школа будет ставить на прибуток если батьки например в дитяческих садках с одной стороны это ради а с другой это как купить сучасную мебель сучасную мебель и эти мебели соответствуют требованиям санэпиденстанции и они это даруют дитячим садкам официально уже купивши подаровали действительно мы ставим на прибуток и говорим что да батьки это купили и мы еще раз нацеливаем на то что в чом вся проблема в том что батьки должны не просто администрация вимогать чей классный керевник чей классовод вимогать а те же самі батьковские комитеты пропоновать если у них есть какие-то идеи и это благодие я сьогодні сдаю у меня есть возможность и я хочу для своей дитини сделать специальный овальный стил а такие столи в дитячем садке номер 5 або я хочу для своей дитини такую ковру супер сучасную яка чисто збавована я хочу и они за руку это сучасные батьки это сучасные бачения вихованию своей дитини которые находятся в жизни мы мы разочарались на нашу радость сам из того что есть такая возможность действо может но я еще раз наголошую этот процесс если он есть он должен быть максимально прозор максимально открытым и максимально зрозумевым я вам первую часть я вам довела что есть механизм есть механизм как школы и действительно если батьки собираются вы купили телевизор это процедура вы нам дадите документы и бухгалтерия ставит на работу но благодейные не предпочат вы еще раз уважно ознакомьтесь с нормативной базой как эти деньги мают и еще раз ни один вид надхода не предпочат вы не имеете ни одного отношения до этого я хочу сказать что мы как Управление открытия вы дали мне один наказ платных благодейных и было визначено что заработной платы не может быть если эти услуги официально не проходят через специальный рахунок и поэтому на сегодняшний момент по централизованной бухгалтерии ни жодных платных послуг не и если кто-то давал заработную плату то я еще раз наголошу что это не законно и поэтому прошу чтобы этого не было заработная плата у нас 100% идет только через казну через субвенцию и дополнение из потратили на всі наші придбання і на ті капитальні ремонти, які відбулися в наших закладах. А вони по факту вже відбулися у деяких закладах, для тех, які ще продовжують, і саме головне – харчування. І тут харчування. Ви пам'ятаєте минулий рік, де визначено в постанове Кабинету Міністрів, що харчування офіційно відмінено, а місцевого бюджету не забавлено. І тому в сесії Юринської міської ради було визначено, що у нас буде харчування безкоштовне всіх дітей перших-четвертих класів і всіх дітей ділових категорів, на що було додатково дівано 2,5 мільйона гривень. І ці кошти – це те були додаткові із місцевого бюджету до субвенції, тому що через субвенцію такі кошти до нас приступили. Тому в цілому ми можемо говорити про те, що дійсно величезні кошти нам проходять через субвенцію і через місцевий бюджет, але якісь незначні кошти, які проходили через заклади освіти, в більшості, якщо це придбання, то вони абсолютно всі поставлені на баланс. Такі акти постановки на балансу із відповідними документами були подані в централізованому бюджету, і вони ставлять на балансі будь-якої школи, і в тому числі школи номер 2, де вони розпорядник міжчого рівня. Хоча, повторюю ще раз, кожного із вас, і ви це самі знайомі, шановні директори, є якісь недорубки, є якісь, так сказали, проблемки, над якими потрібно працювати, потрібно підняти ще раз чинне законодавство і зробити так, щоб у нас цих проблем не було. А говорити про те, що ми дійсно ніколи не будемо звертатися до своїх батьків, або батьки не будуть звертатися до нас, це було б неправильно, тому що життя реальне, дійсно, батьки хотять і батьки нам дарують. Тільки єдине, щоб це не було б вимагательство. Я не буду називати фамилию, було декілька з тих працівників, і там працювали, тут працювали, приходи сотрудників на роботу, не внасліг, що дитина не пішла в школу, тому що сказали заплатити гроші. У мене немаленьківська, у мене гроші виробна відносить до домі, як і дитина, за насе гроші в школу. І це було не один раз. Якщо сотрудник, який тут працює, з вищої світу, не розуміє, за що дитина зашов на бачу в школу, то це є непорядок. У мене цього року, пані Ірина, я купив на 8 тисяч гривень фарту за попередні кошти. За всі попередні, в мене навіть думки не було такого, щоб коштори записувалися працювання фарту. Ми кожен рік фартуємо всю школу, нам декільше 50 банок фарту. Це перше. Друге, при нинішній і сьогоднішній ситуації, яка у нас спадається, а у нас не буде була така позитивна якась реакція на бюджет і так далі. Я відмовив, що в інших містах ми приймемо рішення, що ми просто в школах відмовимося від батьківських коштів і скажемо, що так, бюджет достатньо коштів, ми можемо розрахувати свої сили і сказати, що ми сьогоднішній не користуємося. Взяти, наприклад, попередні місяці навчання на курсах по темі, 3 тисячі ще йомусь, потім поїхати, зареєстрацію, не школа, щось коментарного зареєструватися, бо наша не працювала реєстраційна служба. Заплатив, ще раз поїхав, бо було закрите, ще раз було відкрито. Маєте на увазі, у нас ці всі витрати є записані, і, наприклад, якщо плитка в міському Томхому відкладає, і де, коли ти ходиш в півній місяць, вона не заклеєна, то в школі такого не може бути, бо в школі треба згаду заклеїти, і гаду ставити замок, бо це може призвести до трагедії. Я знаю, що на цьому фоні є якісь зловживання, без цього неможливо, наприклад, але мені ще здається, що ми можемо сьогодні просто прийняти рішення, сказати, що порахуйте кошти, які вам треба на рік, або дайте нам, ми вам цю розкладку зробимо, щоб в мене було в запасі 10 замків, наприклад, щоб в мене була плитка в запасі, плейбу в запасі, що сталося, і щоб я міг як хазяїм цю роботу ввести. А так ми працюємо все з поїзду, знаєте, що спало, двері замовлення відкриваються, треба купити за тисячу гривень цю штуку, що заклеює двері, наприклад, чи замов, чи не знаю, то можна перебування зробити, але май в себе ремені готові до цього, давайте дійсно з підніми зусиллями зробимо якийсь перехідний період до Нового року, чи як. А з Нового року ми кажемо, що ми дійсно в місто, і працюємо разом з батьками, я думаю, що батьки у нас, я вже декілька років не пам'ятаю, що у нас був якийсь конфлікт, я вчителям сказав, що ні вчителі, ні заступники не були зв'язані з фінації, як хочуть батьки помагати, помагають, як хочуть, не дай Боже, щоб хтось з комусь сказав якесь слово, і ніякої інстерії, наприклад, не має, як ви питаєте спаньолі, як ви встановлюєте цей директор, ніяк не заведений, щоб він казав, що таку суму просимо, батьки вирішилися більше з того, щоб помагаєте, не вирішили, ми проживаємо нормально. Дуже дякую, Тарасу Михайловичу, саме для цього ми вас і закликуємо. Ви хазяй школи, ви розумієте проблеми школи. Ми не можемо порахувати, скільки стоїть утримання вашої школи. Ви хазяй, ви це розумієте, ви це обраховуєте, спільно вирішуємо, скільки може дати місцевий бюджет, скільки не може, і це буде зрозуміло і для нас, і для вас, і для батьків. Це, що стосується надходжень, ми дійсно, я подивилася ваш кашторис, ви показали ваше надходження, у вас є якийсь певний запас, і ви саме використовуєте ці кошти на те, на що вам потрібно.